Общественный совет города Иваново обсудил ряд важных вопросов. Один из них касался положения семьи в современном обществе. Специалисты Института развития и образования провели социологические исследования молодых ивановских семей. Выяснилось, 60% опрошенных прежде всего рассчитывают на собственные силы, а 40% молодых семей считают, что заботу о них должно государство взять на себя. Однако при этом респонденты не смогли сказать, какие существуют меры поддержки для молодых семей. Не только единицы смогли утвердительно ответить на данный вопрос. Остальные вспоминали, что слышали об этом, но уже после того, как были названы программы и меры поддержки. Никто из информантов не участвовал в этих проектах. А на вопрос, почему, они отвечали, что уж слишком много условий. Может быть причины еще и в информированности. 2014 год объявлен годом Бурылина. Общественный совет ознакомился с программой праздничных мероприятий, приуроченных столетию музея промышленности и искусства. Сюрпризы заготовлены на каждый месяц, начиная от конференций, круглых столов, презентации новых изданий и заканчивая уникальными экспозициями. Это мемориальный кабинет Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Это экспозиция «История моды 17-19 веков» в музее Ивановского Сица. И это, конечно же, открытие второго читального зала, библиотеки Дмитрия Геннадьевича Бурылина, где мы сможем увидеть литературу на 35 языках мира, литературу 17-18-19 веков. Главным подарком для граждан станет установка памятника основателю Кривеческого музея Дмитрию Бурылина. Есть вероятность, что появятся сразу два монумента и оба, скорее всего, на улице Батурина. Вопрос находится на стадии обсуждения. Существуют разные точки зрения. Если мы создаем вот такое мемориальное место, что не совсем уместно будет две фигуры Бурылина в расстоянии 40 метров друг от друга, и сейчас решили подумать на тему того, чтобы как-то увековечить и во дворе музея Бурылина, но, может быть, символически, то есть какой-то построить там монументик или памятный знак, который бы тоже был связан с музеем, связан с Бурылинами, но это не была бы фигура Дмитрия Геннадьевича, потому что, на мой взгляд, это не совсем будет правильно. К какому бы выводу ни пришли власти и общественность в итоге, имя Дмитрия Бурылина увековечено будет. Юбилейный год Музея промышленности и искусства запомнится всем горожанам. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иваново. Тебе 25, все равно иди за мной.